Субтитры создавал DimaTorzok Я здесь с Сусом и Сиром из Navi. Эйс-эйс-принг финал уже закончился, и Navi победил. Navi получила много проблем, особенно в Nuke. Каковы были подготовки Navi? Это не меняет. Торцать, дорогой! Поехали! Нави на этом турнире часто играли Nuke. Как вы специально его готовили? Как вообще пошли как готов к турниру? Да, мы к этому турниру тренировали специально Nuke для того, чтобы показать, что мы на территории СНГ хотя бы, как минимум, можем на этой карте тоже хорошо играть. И в принципе, нам это удалось. В общем, конечно, были проблемы в начале, но тем не менее. Да, мы готовы практиковать Nuke, особенно для этого турнира. Потому что мы хотели показать, что, на самом деле, на СИЗ территории мы можем играть на эту карте хорошо. И, в самом деле, мы сделали хорошо, поэтому мы очень счастливы с турнирами. Нави не играл в турнирах в последние годы. Он проспомнился, потому что ЗУЗ был родом. Каковы были подготовки в этом турнире, в сравнении с другими? Будет подготовка для Дримхэк отличная? А вы пропустили Эксперию, потому что ты стал отцом. И как подготовка к этому турниру отличалась от подготовки к любых других турнирам из-за этого факта? Самая главная причина была в том, что мы отдыхали полтора месяца. И, соответственно, потеряли форму игровую форму. Но к этому турниру мы тренировались в районе полторы недели. Так сказать, сильную форму для мирового топа мы не набрали для мировых команд. Но в первую очередь, почему я считаю, что мы выиграли этот турнир, потому что мы очень сильно хотели его выиграть. Мы ни разу не выиграли АСУСКАФ, и поэтому форма у нас была среднего класса. А с меньшей на спеце? Ну, ты понял. Да, правильной причиной, мы провели. Мы скучали игре, потому что мы в месяц и полтора месяца и не обслужили. Мы сталкивались долго в парке, потому что этот турнир был достаточно важен для нас. Но мы никогда не выиграли АСУСКАФ предыдущую. И мы хотели сделать это первое место в Альсусе. Поэтому мы были довольно мотивированы, и мы делали трудную работу для этого. Особенно это было известно, что НАВИ есть проблемы, когда она находится в сис-сисе, играя против русских и украинских. Идем в ДРМХАК СОМР, это международные команды, и НАВИ не было международными проблемами. У вас есть какие-то особые проблемы в игре против украинских команд? И вот сейчас вы будете принимать участие в ДРМХАКе. И как вообще будете готовиться, особенно под международные команды и иностранные? У нас есть проблемы в первую очередь даже не с украинскими командами, а вообще с командами на территории СНГ, потому что одним из соперников являемся мы, как бы главным. Соответственно, команды на нас очень жестко собираются, настраиваются плюс ко всему за протяжение определенного времени, последнего, лучше хорошо нас изучили уже. Соответственно, мы на этом фоне имеем, конечно же, определенные проблемы. Вот. С которыми нам тяжело справляться, но тем не менее, как бы, слава богу, у нас все получилось. Сейчас передают по супермаркану. Давай. Ну, мы можем сказать, что у нас есть проблемы против украинских команд, но это довольно сложно для нас играть против команды России, Беларусь, Казахстана. Это означает, что команды из этих стран. Потому что NAVI номер один в этой области, и эти команды просто практичат, и они готовы для НАVI, и поэтому это довольно сложно играть против таких команд. К Гримхаку мы будем готовиться, мы будем пытаться его максимально... Мы хотим максимально подготовиться к нему для того, чтобы его выиграть. Но сейчас очень много в мире хороших команд, которые в данный момент находятся в неплохой форме, даже можно сказать, в хорошей. Вот. Соответственно, именно победить будет для него очень тяжело. Вопрос в том, насколько мы сможем найти в себе мотивацию. Почему? Потому что Сэгин, конечно, присутствует определенные проблемы. Но, тем не менее, будем готовиться к нему для этого факта. У нас есть какие-то проблемы с другими командами. У нас есть какие-то проблемы с другими командами, или нет? В первую очередь, я сказал, что они находятся в хорошей форме, но мы это знаем. И, в частности, Сэгин сказал, что он знает, что европейские команды сейчас в хорошей форме. И они должны подготовиться к Гримхаку, чтобы быть на хорошей уровне. В частности, есть какие-то проблемы с мотивацией. И, если команда найти много мотивации, они будут идти и пытаться в Гримхаку. И пытаться победить. В том, что Сэгин стал папой, это влияет команда в турнирах в будущем? Я стал отцом, но не влияет ли этот факт на будущем. Но, по-любому повлияет. Каким способом, еще непонятно. В данный момент, наша цель – идти вперед. И именно мы сосредоточены пока что на проекте, на том, чтобы показывать результаты команды. А что будет в будущем, еще непонятно. То есть, я говорю про 2019 год, а 2011 год. И 100% я мудрозом, как они на контакты стоят. Да, это будет эффективно. Да, это будет эффективно. Но, в данном случае, Сэгин занимается концентрация. И он продолжает его карьеру этой контакты. И, как говорится, в 2012 году? Я не знаю. Сейчас это хорошо. У меня нет еще никаких вопросов. Все, что я хочу сказать – поздравить вас в турнире победы. И становиться папой. И увидимся на дороге. Вопросов больше нет. Поздравляю тебя с тем, что ты стал отцом и с вашим турниром. Я хотел сказать две вещи на последок. Во-первых, я хочу сказать, что я посвящаю эту победу своей дочери. Пускай это может быть не такая великая победа именно на мировом масштабе. Но, тем не менее, она у нас никогда нам не доставалась. И мне приятно ее посвятить своей дочке любимой. Плюс ко всему, по поводу английского языка. Я хочу сказать, что я начал, начал, нанял репетитора и начал потихонечку заниматься. И в скором времени, я надеюсь, если мне дочь даст высыпаться и нормально заниматься, я поднимусь в этом плане. Я очень хочу научиться нормально общаться с английским. Хорошо, и есть несколько вещей, чтобы сказать. Спасибо и благодарю вас. И Zeus хочет приводить победу к своей маленькой дочери. Хорошо. Хорошо. Нет, спасибо. Ну, это не победа. Может быть, не так большая, как в интернешной победе, как в любых других моментах. Но это значит много, потому что это первая победа для нас. И Zeus просто приводит к своей маленькой дочери. На втором сцене он просто сказал и предупреждал, что он уже пригласил английского ученика. Так что в следующих интервью я здесь не буду нужна. Это все. Может быть. Может быть. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Это хорошо. Спасибо.